За и против голосуют делегаты конференции местного отделения партии «Единая Россия». Определяют список партийных кандидатов на выборы в Совет депутатов городского поселения Щелково. В начале февраля Совет, проработав в новом составе всего несколько месяцев, принял непростое решение о самороспуске. Причина – изменение в системе местного самоуправления Щелковского района, слияние городской и районной администрации. Мы знаем, что администрации объединены, и это сегодня плюс к решению, прежде всего, организационных и хозяйственных задач. А теперь вступил в силу уже политический процесс по избранию депутатов нового состава Советок. В местном отделении был проведен праймерис, на котором кандидаты прошли отбор. И было выдвинуто 30 кандидатов на 25 одномандатных округов. После этого прошел политсовет, на котором были определены 25 кандидатур, кандидаты депутаты городского поселения Щелково по 25 одномандатным округам. Так, эта конференция фактически открывает избирательную кампанию партии «Единая Россия». На ней присутствовало более 250 делегатов. Им предстояло утвердить 25 кандидатов в городской совет, проголосовать либо за, либо против всего списка. По одному на каждый одномандатный округ. Среди претендентов – представители общественных организаций, сотрудники бюджетных учреждений, даже предприниматели. Решение было принято подавляющим большинством голосов. При подсчете голоса распределились за предложенный список кандидатов 185, против предложенного списка кандидатов 14. Также в ходе конференции были изложены основные тезисы предвыборной программы партии. Документ утвердили единогласно. Вы знаете, ну это те основные направления, в которых развивается вся Московская область. Конечно, приоритеты – это здоровье, семья и дети, вопросы ЖКХ и коммунальной сферы, точно так же вопросы дорог, вопросы экономики, потому что сейчас, ну достаточно, будем говорить, непростые времена с точки зрения экономических решений и бюджетирования. Досрочные выборы в Совет депутатов городского поселения Щелково состоятся 26 апреля. Хотя полномочия исполнителя теперь перешли к администрации Щелковского района, Совет по-прежнему будет принимать крайне важные решения – утверждать бюджет поселения программы социально-экономического развития. Поэтому жителям города необходимо ответственно отнестись к исполнению своего гражданского долга. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».